Дед Мороз Тех фильмов, которые хоть как-то достойны нашего с вами внимания. И, кстати, фильм Джекпот, который я похвалил на прошлой неделе, по каким-то необъяснимым причинам, выходит на этой. Так что имейте это в виду. Для начала я хотел бы пожаловаться. Раньше под Новый год выходило много неплохих фильмов, ну, на которые прямо хотелось идти перед Новым годом. Гарри Поттер и всякие прочие хроники Нарнии, а теперь только Хоббит. Ну и разве что цирк Дю Солей, выходящий 27 декабря. Я, конечно, понимаю, что цирк Дю Солей надо смотреть вживую, а не в кино. Ну, в общем, и фильмом это можно назвать с натягом. Но я думаю, что в качестве новогодней сказки с шампанским и салатиком уж точно покатят. Тем более, что исполнительный продюсер сего действия сам Джеймс Кэмерон. А уж он точно знает толк в красивых красотах. Несмотря на то, что у нас предновогодний выпуск, и как бы вот снежинка это символизирует, я уже говорил о том, что в кино совершенно не на что идти. Поэтому обо всех новогодних премьерах буквально в двух словах. Во-первых, Квентин Тарантино перезапустил на наши с вами экраны ничто иное, как криминальное чтиво. Поэтому если кто-то по каким-то фантастическим причинам не видел этот фильм, то быстро в кино 27 декабря. Потому что не посмотреть этот фильм, все равно что, я не знаю, не посмотреть какой-нибудь другой гениальный фильм. Во-вторых, Россия разродилась двумя новыми продолжениями. Это «Три богатыря на далеких берегах» и «С Новым годом, мамы». И если мультфильм про богатырей, ну, про чти все, народ очень положительно оценил, то и даже фильм «Мамы» имеет весьма неплохие оценки. И не только от всеми известного Юрия. Ну, а мультфильм, я уверен, будет весьма неплохим. А вот с фильмом про мамы есть большая проблема. Дело в том, что снимает его старик Адриасян, а он весьма известен своими замечательными работами. Это сарказм. Это плохие фильмы. Однако первый фильм набрал на кинопоиске 70,5 баллов из 10 и вообще был очень милым. Так что почему бы и этой части не быть милой? Также на экраны выходит фильм под названием «Болливуд. Величайшая история любви», но это уж совсем на любителя. А еще... Что это я чувствую? Неужели? Неужели это французская мелодраматическая комедия? На этот раз фильм называется «Суперстар» и вот вам кусочек трейлера. Некто становится знаменитым, и никто не знает, почему. Почему? 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 И он необычный некто. Ему плевать на славу. Я хочу, чтобы обо мне забыли. Вас любят. Почему вы не хотите это принять? Отлично. Продолжай в том же духе. Как вы стали такой? Что случилось? Пусть это глупая ситуация, но иногда нужно встать и сделать что-нибудь. Дать сдачи! Мы вернемся после рекламы. Реклама на нашем канале «Суперстар». Фильм про обычного человека, который по необъяснимым причинам становится знаменитостью, но совершенно этого не хочет. Он обычный офисный планктон и хочет, чтобы от него все отстали и позволили ему дальше жить по планктонии. Этот фильм тоже выходит 27 декабря. И несмотря на то, что IMDb сайт уже дал ему оценку 5,6 баллов из 10, мне кажется, что фильм, ну, может быть стоящим. Вот уже выпуск подходит к концу, а я вижу в ваших глазах удивление. А где же, спрашиваете вы, тот самый фильм, который так ждет вся наша страна перед этим Новым годом? Да, действительно, 27 декабря выходит ремейк фильма «Джентльмены удачи». И продюсером его является Тимур Бекмамбетов. И играют там Безруков и Гоша Куценко. Но вы знаете, мне совершенно не хочется про него говорить. Ну, выходит и выходит. Пускай идет себе, куда ему заблагорассудиться. На сегодня это все. Да и не только на сегодня. Подумай только, в следующий раз мы с вами увидимся только в новом 2013 году. Но при этом не забывайте, что на Новый год тоже надо смотреть только хорошее кино, а также пить в меру и кушать тоже в меру. Ну, а лучшим для меня подарком на Новый год будет, если вы подпишетесь... Вот здесь, да? Вот здесь. Вот на мой канал. И поставите много-много больших пальцев вверх. С вами был Дед Мороз. С Новым годом. И спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова